Друзья, дружище, у нас сегодня продолжение рубрики под названием Ностальджи, так что если тебе эта тема нравится, не стесняйся, подписывайся, не будь пиздюком, который смотрит без подписки и лепи лайк под прошлым видосом, пускай там просмотров и не так уж и много, но по крайней мере было почти полторы тысячи лайков, за что вам, ребятушки, огромнейшее спасибо. Это та рубрика, в которой я рассказываю уже о старых, забытых героях. Начинаю вспоминать, что как происходило, чем этот герой был ценен и попытаемся подумать, где же этого героя можно использовать в нынешних реалиях игры в 2019 году. Ну а перед видео давайте я прорекламирую, ребятушки, гильдию под названием Таркс, Таркс 2, принимаются игроки от 350 тысяч силы, топ-5 бить не обязательно, главное просто, чтобы вы проходили все на битве гильдии без сливов, боссы в 21.00, в 21.08 и, конечно же, не забываем про атаку фортов, которая также проходит в 8 вечера. Ждут, ребятушки, в гильдии Таркс 2 активных пряморуких бойцов и по поводу вступления вы можете писать в Телеграм, тут указан адресочек, так что пишем, не стесняемся, а речь у нас сегодня пойдет о таком герое, как Череп. Череп, вы можете мне возразить, нет, князь, что, что ты несешь? Череп, это же череп, елки-палки, его еще можно использовать, еще многие на молодых аккаунтах ребята его юзают, что, как там происходит, все нормально, короче, а ты такую дичь втираешь, втираешь. Нет, нет, ребятушки, череп, давайте поговорим по поводу черепа. К примеру, на моем основном аккаунте я его уже и не использую. На Тунце, я не помню даже, есть у меня череп или нет, но если, к примеру, на Тунце я его и буду когда-нибудь использовать, если прокачаю, то в лучшем случае в забытой битве и то до того момента, пока не появится какой-то более-менее новый редкий герой. Как обычно, друзья, давайте займемся чтением биографии, потому что разработчики биографию дописывают, добавляют, но мы никогда при обзорах героев на нее, к сожалению или к счастью, не смотрим. А потом я вам расскажу пару занимательных историй, вы узнаете, что на самом деле из-за этого героя игроки сливали свои аккаунты. Это было жестко, жесткие времена были, ребят. Правда, я не знаю, вы играли тогда или нет. Биография, ну тут короткая, тут понимаешь, тут разработчики такие обленились. Проклятый бродит среди живых, рыцарь нежить скитается по землях. Вот мне только биографию и зачитывать, когда я путаю окончания. Еще раз, давайте эпично, эпичненько, да, вы сядьте поудобнее, готовьтесь. Проклятый бродит среди живых, рыцарь нежить скитается по землям в поисках того, кто наконец-то подарит ему покой. Не быть мне звездой озвучки. Ну, такое себе. Ну ладно, давайте посмотрим вообще на черепа. Я его даже поставлю у себя сейчас на таблетки. Я надеюсь, он у меня нигде не спрятан там, к примеру. Где он у меня может быть спрятан? В гарнизоне. Так, черепушечка. А на него, на него, слушай. А на него скин вообще делали? А, да, слушай, на него скин делали. Вот он, вот он мой основной череп. Смотрите, 10 и 10. С разбросиком. Я уже не помню вообще, что на него было модно ставить. На него также ставили утекание, но утекание такая вещь. Молчанка прикатает и утекание не работает. Но с разбросом он был очень крутой. Ну, по крайней мере, как я помню. Вот, благодаря черепу шестая кошмарка 6.10 проходилась. Вот, и без него там это сделать было очень трудно. Была хитрая система высадки. Или, может быть, даже в пятой кошмарке. Это сейчас мы проходим налегке. Есть новые крутые герои. Даже недокачанными героями проходим. А тогда ты возьми, посчитай секунды. Высунь этого героя, высунь того героя. Там миносы, все дела. Трах, ба-ба-бах. И надейся, что ты прошел. Так, он у меня использовался все время с разбросом. И, в принципе, он меня с этим талантом устраивал. Как использовался на волне? Ну, он везде использовался. Это был реально такой, знаете, герой для каждой локации. И это, наверное, все-таки один из тех героев, которому можно сказать, что подходило огромнейшее количество талантов. Я уже и забыл вообще, что он из себя представляет. Увеличивает атаку, понятно. А, он ограничивает получаемый урон, друзья. Вот, вот, вот самая фишка. Если вы думаете, что, скажем так, прародитель ограниченного урона была какая-нибудь Фрея, нет, ребятки, это был череп. Правда, как бы пробить его можно было только тогда, когда он не включал свое умение. А если он включал свое умение, то все, за удар не больше трех тысяч. Вот такие вот дела, друзья. Сейчас мы его уже перестали использовать, но когда его добавляли, ребят, это была супер имба, понимаете? Это была супер имба. Я вам сейчас просто расскажу одну историю, о которой я не раз рассказывал уже непосредственно на стримах, но вы должны ее знать. Была у нас хорошая гильдия диктатура. Еще раз, да, есть видео отдельное по поводу этого, и мы ее распустили сознательно, по той причине, что гильдиям нужно объединяться, а не по 5-10 твинков, да, фармить. Ну, разговор не об этом. Далекие-далекие времена, гильдия у нас достаточно старая была уже, то есть, я не знаю, много-много лет ей было, и к нам перешел, если не ошибаюсь, один топ из еблонов. Я не помню, по какой причине перешел, может, там с кем-то поругался или еще что-то. Парень был хороший, но он и сейчас есть, надеюсь, с ним все хорошо. Звали его Сашкой. У него был топовый аккаунт, и в то время топовость аккаунта заключалась в том, что у тебя много доната, и у тебя уже, кстати говоря, присутствует разрушитель, да, ты надонил до такого момента, что у тебя есть разруха. Это были те времена, когда недавно была введена разруха, и когда в нее еще пытались многие игроки верить, и ее даже использовали. Хоть сейчас мы можем говорить о том, что разрушитель на самом деле с самого начала никому нахрен не нужен был, но все-таки был тот периодик, когда у игроков была на данного героя надежда, и они считали его крутым. Ну так вот, вот эта вот Сашка с этим разрушителем, со всеми героями на аккаунте, хорошо для того времени прокачанными, зарубился в чате с каким-то из наших сагильдийцев по поводу того, кто круче, разрушитель Сашкин, или, скажем так, череп сагильдийца. И фишка заключалась в том, что Сашкин разрушитель уже на тот момент был, в принципе, прокачан почти на максимум. Я не знаю, какая там эволюция была, может первая или вторая, но то есть если в то время максимум была первая эволюция, то значит он на первую эволюцию был прокачан. Если вторая, значит уже на вторую. Зарубился спорить, а сагильдийц вот буквально недавно выбил этого черепа, и он был вообще без эволюции. Они поспорили, вот, и решили протестить все это дело. Кто выиграет, прокачанный разрушитель, или недавно добавленный череп, который имел там, не знаю, 5,10, точнее 5,9 на то время, и был без эволюции. В конечном итоге Сашкин разрушитель сразился с черепом, и черепа просто на изи ушатал прокачанного разрушителя, хотя череп, опять же, он не был прокачанным. Ну и чем это закончилось? Сашка психанул, сказал, нахуй такую игру, в которую, скажем так, я доначу, получаю донатного героя, казалось бы, крутого, типа разрушителя, да? А в конечном итоге моего крутого донатного героя в один в один выносит какой-то сраный череп, недавно добавленный, который не имеет даже никакой эволюции. И после этого человек просто взял и слил нахрен аккаунт. Я захожу в чат, и там прям вшух-шух творится что-то, что-то необычное, и по сути наш топ взял и слил аккаунт из-за того, что его разрушитель, ребятки, проиграл сраному, непрокачанному черепу. Вот это была жесткая ситуация, это вот то первое воспоминание, которое сразу приходит в голову ко мне, когда я вспоминаю видение разрушителя. И на самом деле он достаточно долго продержался в игре, был реально крутым, его использовали как и на защите, так и на атаке на битве гильзий. То есть он вызывал огромнейшие проблемы при прохождении битвы гильзий. Он мог реально в одиночку перешатать всех ваших шестерых дальников. То есть он жестко, жестко просто нокаутировал всех, разрывал. И это было одним из самых, наверное, желанных героев. И когда-то нам казалось, что игра без черепа в битву замков ну просто реально невозможно. Что мы видим сейчас? Сейчас мы видим, что череп у меня даже не используется в забытой битве. Он у меня вообще нигде не используется. Это абсолютно забытый герой. Не знаю, к сожалению или к счастью, но по факту, ребята, так и есть. Вот. Вы можете в комментариях написать, что вы помните о Разрушителе. Смотрите, на него даже скин вышел. Но как-то особо толку, ребят, этому нету. Вы можете написать в комментариях, что вы помните о Разрушителе, чем он вам запомнился. Играли ли вы в тот период жизни битвы замков, когда Разрушитель был крутым, имбовым мастхэв героем? Напишите. Мне будет интересно почитать. Я прям целый час посвятил, читая ваши комментарии под прошлым видео. И просто это наводит на ту мысль, что если сегодня мы прям очень дорожим Фреи, и это реально крутой игры, крутой герой для нас, то наступит какое-то время, когда Фрея будет нахрен никому не нужна. Так что не забываем лепить лайки. Я буду выпускать и далее подобные видосы раз в неделю примерно. Не забываем качать по ссылочке в описании игру ли. Я получу за это денежку. Вы можете просто скачать, установить и зайти в игру, а дальше удалить или играть уже как вы захотите. Так что на этом все. Огромнейшее вам спасибо за просмотр. пока. Пока.